Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. При тем некоторое время девушка решает помочь, что было дочери, которая была в старом доме, где происходили странные дочери. Чтобы лучше разобраться в предстоящем, немцы отправляются на учет в свой новый подход и становятся свидетелем, побащихся дочери. Двери открываются и закрываются сами по себе. Вещи перемещаются по воздуху, а тайник и мелкий дыр в плаще предупреждает девушку об опасности. Учитель года. Школа Фолбрух без ума от нового учителя. Мистер Ди – очаровательный прикольный и изобретательный выдумщик, но у молодого кумира уже появился влиятельный враг. Мистер Уорнер – буква Е-лепедант, намерен получить звание Учитель года, но теперь его шансы резко тают. Чумовая пятница. У доктора Тесс Колман и ее 15-летней дочери Энн совершенно разные взгляды на жизнь. У них расходятся вкусы абсолютно во всем – моде, музыке. Им нравятся совершенно разные типы мужчин. И однажды в четверг их разногласия достигают апогея. Тесс не одобряет музыкальные пристрастия дочери, а Энн терпеть не может друга своей матери и активно возражает против их свадьбы. Но внезапно все меняется самым чудесным образом. В пятницу два непримиримых врага, проснувшись, внезапно обнаруживают, что они поменялись телами. Благодаря этому Тесс и Энн начинают смотреть друг на друга в буквальном смысле новыми глазами и проникаются взаимным уважением. Но этого мало. Судьба злодейка подкидывает этой семейке новое испытание. В субботу – свадьба Тесс. И это добавляет пикантности во взаимоотношения двух героинь. Поиск Немо 2003 года Среди прекрасных тропических морских стихий в районе Большого Барьерного Рифа в уединении живет рыба-клоун по имени Марлин. Он растит своего единственного сыночка Немо. Океаны, существующие в нем опасности, очень страшат Марлина, и он как может ограждает сына от них. Но молодой Немо, страдающий излишним любопытством, очень хочет разузнать побольше о таинственном рифе, рядом с которым они живут. Когда Немо по иронии судьбы оказывается вдалеке от дома, да еще и сталкивается с угрозой стать обедом рыбы-танка, Марлин отправляется на поиски сына. Бат-медвежонок Давным-давно, в те времена, когда по земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кинаи. Он был храбр и ловок, но однажды порогняем великих духов, убив медведицу, священного для него зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда духи предков в наказание превратили в медведя самого Кинаи. Теперь он не может говорить по-человечески. За ним охотится его собственный брат, а еще к нему приблизился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кинаи с Кодой. В час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет снова стать человеком. Сокровища нации 2004 года Современные охотники за сокровищами во главе с Беном Франклином Гейтсом узнают старинную легенду о сокровище, спрятанном еще отцами основателями американского государства, Джорджем Вашингтоном, Бенджамином Франклином и Томасом Джефферсоном. Узнать тайну Клада можно с помощью декларации независимости США, в которой зашифрована загадка. Но помимо разгадывания изощренной головоломки, нашим героям предстоит сразиться с любителями легкой наживы, жаждущим похорять руки на достоянии республики. День Шпионов 3 Игра окончена Шпионы становятся старше, но и враги все сильнее и изощреннее. Теперь им предстоит вступить в схватку с самим Сильвестром Сталлоне, чтобы спасти не только свои жизни, но и целый мир. Несовершенные агенты Джуни и Кармен Кортес отправляются на выполнение нового задания. На этот раз их ждет путешествие по виртуальному миру 3D-видео игры, разработанное для того, чтобы существа, населяющие ее, явились в реальный мир. До шпионов Кармен попалась в сети компьютерной игры, созданной зловещим мастером игрушек. Теперь ее брат должен спасти сестру, а заодно и весь мир. И помогать ему в этом будут его родители. Там дешевле. 2003 года Том и Кейт вместе еще со школы. Они всегда мечтали о большой семье и успешной карьере. Но после рождения первых детей мысли о карьере ушли на второй план, и все семейство переехало в тихий и спокойный Иллинойс. Когда детей стало уже 12, Тому предложили работу его мечты – тренировать футбольную команду. Для этого всей семье придется поменять место жительства. Кейт тоже повезло, ее мемуары наконец-то опубликуют. Она едет на презентацию книги в Нью-Йорк, оставляя бедного Тома следить за целой оравой детей. Сможет ли Том правильно распределить свои усилия, чтобы ни дети, ни работа не пострадали? История Золушки 2004 года Выпускница Сэм, решительно настроенная поступить в Принстон, живет на побегушках у своей эгоцентричной мачехи Фионы и злобных сводных сестер, относящихся к ней скорее как прислуги, чем к члену семьи. Но тут неожиданное событие вносит разнообразие в унылую жизнь Золушки. В интернете она знакомится с очаровательным принцем, когда же выясняется, что ее поклонник, ведущий защитник школьной футбольной команды, Сэм спасается бегством в реальный мир до того, как часы пробьют полночь, забывая свой сотовый телефон. Опасаясь отказа со стороны Остина, Сэм всячески препятствует попыткам кавалера узнать, кто же на самом деле его принцесса. Счастье Золушки в ее руках. Сколдованная Элла 2004 года В детстве Элла получила от феи необычный подарок – повиновение. Теперь она не может отказаться ни от какой просьбы или указания, от кого бы они ни исходили. Повзрослев, Элла отправляется на поиски коварной Люсинды, чтобы освободиться от чар. Кто только не встретится ей на пути – и эльфы, и орки, и великаны. А как их обхитришь, имея такую черту? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!